GPD создали поистине шедевр, ну как создали, типа великолепно перенесли знакомый дизайн PSP на новое современное мощное устройство, и это не просто мое мнение, это факт. Первая ревизия сошла с конвейера в 2022 году, и в 2024 году GPD продолжает выпускать ту же самую модель, лишь чуть-чуть, но улучшая кнопки и чип. И вот в последние пару недель интерес к GPD Win 4 вырос кратно, я даже не совсем понимаю с чем это связано, но вот статистика моего ролика. Но я понял, что вот он, настал тот идеальный момент, чтобы рассказать вам почему GPD Win 4 на данный момент это по факту единственный представитель консолей на винде, который в принципе имеет право на существование. Айоу, с вами Трэнди, и я когда в прошлый раз вам рассказывал про GPD Win 4, я в руках держал только Steam Deck, Акзои и вот саму GPD. И на тот момент я еще не в полной мере понимал, насколько все плохо на рынке портативных ПК на винде. Сейчас же, потрогав уже почти всех самых знаменитых представителей, я понимаю, что я жесточайшим образом не дохвалил GPD Win 4. Понятное дело, что это не Steam Deck на 64 гигабайта, который стоит там 35-40 тысяч рублей. Это устройство, которое в минималке с 16 гигабайтами оперативки стоит 60 тысяч рублей. А жирные модели с 64 гигабайтами оперативки и 4 мю терабайтами... 4 мю так можно вообще говорить? И 4 мя терабайтами SSD доходит до 150 тысяч рублей. Забегая вперед, скажу, что самая дешевая модель, все равно лучше, чем любая консоль на винде. Даже всеми любимый Asus ROG LI. Ну и с оговорками, это так-то неплохая альтернатива Steam Deck. Старшая же моделька, в свою очередь, вообще, юзла страта денег. А самый идеальный вариант находится посередине. Но он, видимо, настолько хорош, что с ним никто на авито не хочет расставаться. И сами GPD в официальном магазине на Алике его не продают. Может быть, потому что люди его покупают, а потом на новые модельки менять не хотят, потому что их все устраивает. Но, конечно, еще остается вариант, что люди просто не шарят, какую именно модельку нужно покупать. Там их россыпь целая, непонятно что брать. Короче, погнали. Давайте все-таки расскажу вам, почему GPD, на мой взгляд, это все-таки самый лучший вариант на рынке. Самое первое, это, конечно же, внешка, которую вы и так видите. И, конечно же, размер. Вин 4, это поистине портативка. По факту, GPD Вин 4 компактнее даже, чем обычный Nintendo Switch. И при этом, экран у него, в принципе, нормального размера. 6 дюймов, это чуть больше, чем у Nintendo Switch Lite. И чуть-чуть меньше, чем у обычного Nintendo Switch. Этого вполне себе достаточно для игры. Да и вообще, в целом, тут экран, на самом деле, просто отрыв башки. Во-первых, из-за того, что он 6 дюймовый, на нем плотность пикселей намного выше, чем на других представителях. И тебе даже не обязательно ставить Full HD. Да, тут экран Full HD, но при этом, даже в 720p тебе комфортно играть. Потому что ты вот этих артефактов, создающихся из-за разницы 720 и Full HD, особо-то не замечаешь. Ну и, конечно же, помимо того, что он выдвижной, это уже создает эффект вау, это еще и дает развесовку более комфортную. То есть, когда ты играешь в сложенном состоянии, без всяких дополнительных держателей, тебе играть, ну, так скажем, не супер комфортно. Да, там эргономика немножечко страдает. Но как только ты выдвигаешь этот экран, развесовка меняется и становится все супер-пупер чики-пики. К расположению кнопок нет вопросов, об этом чуть позже. Именно как-то держать становится комфортнее, когда выдвигаешь экран. Так вот, помимо этого, он еще и горизонтальный. Такого вообще почти ни у кого не встречается. Горизонтальные экраны. То есть, что у Steam Deck, а что у Asus Rock Lai, что у Lenovo Legion Go. У них у всех вертикальные экраны. Вы спросите, что ты прикопался к этому горизонтальному экрану? А тут все просто. У вас картинка будет более четкой и будет работать вертикальная синхронизация. То есть, разрывов изображения во время движения стиком вправо-влево у вас на экране не будет. И при этом, производительность из-за вертикальной синхронизации на GPT-Vin 4 не страдает. И вот в совокупности с этим всем выдвижным механизмом эффектом вау, сочностью, красочностью, вертикальной синхронизацией и огромной плотностью пикселей, это, наверное, вообще, в принципе, лучший экран в портативке, который я видел. Пусть он и не оледовский, но эффект вау он определенно производит. Ну и атмосферности добавляет. Консоль прям супер компактная. Ну реально, вы ее можете просто в карман положить. Но при этом вес у нее на бумаге не маленький, в районе 600 грамм. И на самом деле это ощущается, врать не буду. Но прям тяжелый консоль точно не ощущается, особенно если вы держатель напечатаете, там вообще все это нивелируется. Ну и плюс к этому такой вес говорит о том, что инженеры GPD все-таки подумали головой, прежде чем выпускать эту консоль на рынок. Потому что, ну, упихать вот это вот все в такой мелкий корпус, это надо прям постараться. И у них это получилось. Да и на самом деле о том, что тут подумали, говорит не только вес консоли. Давайте поговорим про органы управления. Во-первых, что сразу бросается в глаза? Это выдвижная клавиатура. Помимо, опять же, эффекта. Вау, это на винде капец! Какая необходимая штука! Вы даже себе представить не можете, насколько она облегчает ваш опыт использования такой мини-консоли на винде. Да, во всяких Asus Rock Elay, Legion Go и тому подобное, немножечко подзаморочились там с выдвижной клавиатурой. Она хотя бы вызывается просто нажателем на нужное поле. Или уже винда ввела такие возможности на сенсорных экранах. Не знаю. Но, блин, это вообще ни в какое сравнение не идет с тем, что у тебя есть прям физическая клавиатура, что ты можешь на нее тыкать. У тебя во время игры ничего никуда не сворачивается, если тебе нужно написать текст. Тебе не нужно тыкать дополнительные какие-то кнопки, чтобы вызывать эту клавиатуру. Потом тыкать дополнительные кнопки, чтобы ее скрывать. И зачастую эта наэкранная клавиатура у тебя все нафиг ломает. А в некоторых приложениях она вообще не работает. Тут же все, у тебя кнопочки перед глазами, тык-тык-тык. Это не просто какая-то клавиатура, как в GPD Win 3, где она была чисто для галочки и все на нее ругались. И работала она отвратительно. Тут же это прям качество и ты испытываешь удовольствие каждый раз, как ей пользуешься. Ну и плюс еще там типа дополнительные сценарии использования у тебя появляются, что ты можешь какие-то клавиши забиндить дополнительно на эту клавиатуру. Можешь быстро сворачивать игру, наживая винт, чуть-чуть отодвигая экраны и так далее и тому подобное. То есть тут уже сценарии использования придумывайте сами. Помимо этого, тут присутствует такая маленькая малозаметная штуковина, которой нет почти ни у кого. Это трекпад. Да, вот эта вот маленькая штука снизу справа, это и есть трекпад. Ты можешь управлять курсором на экране. В некоторых сценариях использования это удобно. Я не так часто пользовался, но для многих это прям критически важный момент. Тут он присутствует. Ну и конечно же по кнопочкам, по стикам тоже очень важно обсудить. Тут никаких вообще вопросов нет. Все расположено на своих местах, все удобно нажимается. Тут полноразмерные, ну ладно, не совсем прям полноразмерные, но нормальные стики, которые нормально работают. Тут нормальные кнопки, пусть и они немножечко мелковаты, если у вас колбаса вместо пальца, то, наверное, этот вариант не для вас. Ну, изначально я вам говорил, что это компактная консоль, что вы хотели. Тут кнопочки примерно как на Nintendo Switch, типа маленькие. Ну, все работает хорошо. Тут нет такого, как на Asus Rock LA, что на одной стороне у тебя палец тянется куда-то, а на другой стороне тебе его надо неистово выгибать, чтобы нажимать что-то. Короче, все сделано как положено. Но при этом, как бы, минус тоже надо отметить, что консоль как бы с одной стороны маленькая, но толстая, и никакого хвата дополнительного для задних пальцев нет. И задней кнопки ты тоже так нажимать не сможешь. И как бы, по идее, ты должен купить держатель, или распечатать его на 3D принтере, скачав шаблон на официальном сайте GPD. И вот помещая туда консоль, у тебя становится вообще все супер-пупер идеально. Задние кнопки начинают нормально нажиматься, у тебя еще удобнее крутятся стики, нажимаются кнопки, и хват становится супер-удобным. Но тут уже, как бы, получается компактность немножечко теряется. Да, это как бы все равно даже с держателем меньше, чем какой-нибудь Lenovo Legion Go. Но, тем не менее, в таком форм-факторе GPD Win 4 уже теряет ту прям непревзойденную компактность. Но никто тебе не запрещает где-нибудь вне дома брать эту консоль, просто засовывая в какой-нибудь чехольчик от Nintendo Switch Lite, а дома играть уже со специальными держателями. Короче, в плане железки, как я вам сказал, GPD тут явно подумали. И в этом плане среди конкурентов GPD Win 4 очень сильно выделяется. Но, как многие заметили, я ни слова не сказал все еще про производительность. Это я сделал просто, чтобы вы понимали, что это не какая-то помойка за 60 тысяч рублей. За эти деньги можно сделать хорошую консоль на винде с премиальными материалами и возможностями. Ну и плюс к этому GPD выделяется еще тем, что тут железо как бы проверенное и доработанное годами. Да, для консолек на винде больше двух лет это уже офигеть как много. Потому что обычно как, выпустили консольку, через месяц о ней забыли и вообще не вспоминают. Поэтому многие люди обращают свое внимание на Asus и Legion. Но тут-то тоже поддержка уже длительная. Да, працы внутри меняются, но само устройство нет. Ну и кстати, за счет клепания на конвейере этого устройства уже на протяжении такого долгого времени снижается и себестоимость. За счет чего GPD могут не поднимать цену на обновленное железо. Ну и давайте наконец-то уже внутренности-то все-таки обсудим. Тут есть несколько ревизий на 6800U, на 7640U, на 7840U. Тут новые ревизии на 8840U. И все эти процессоры работают на производительности от 15 до 28 Вт TDP. Но на самом деле на 8 Втах на них тоже можно нормально играть, в отличие от Z1 Extreme. Я вам это наглядно демонстрировал в сравнении. И как бы с каждым поколением становится все мощнее графический модуль, все быстрее оперативная память, все лучше кэш и турбобус. И судя по тестам, тут происходит небольшое увеличение производительности без прироста в потреблении. А соответственно, чем новее вы берете ревизию, тем кайфовее. Но по факту, я и на первой ревизии во все интересные мне игры по типу Хогвартса, Атомика, Киберпанка и так далее и тому подобное, играл в 60 кадрах при 18 Втах и не испытывал никаких при этом проблем. Где-то приходилось включать ФСР на низких настройках, где-то можно было поставить среднее, а где-то можно было даже выключить этот самый ФСР. Но я в каждой игре смог увидеть эти заветные 60 кадров. Для абсолютной стабильности, конечно же, лучше поставить 40, да и батарею так сэкономите. Но факт есть факт. И конечно же, каждый новый чип прибавляет вам там 2-4 кадра в требовательной игре. То есть, если изначально на первой ревизии можно было поиграть в какую-нибудь игру там в 30 кадрах, то на самой новой ревизии это будет там 38-46 кадров. Но на самом деле, вот то, что я сейчас рассказал, это не имеет никакого смысла, потому что такие чипы стоят в каждой второй портативке. Но самой главной отличительной чертой GPD является это то, что у них самые стабильные драйвера. Это конечно не говорит о том, что они красавчики, это говорит лишь о том, что все остальные делбики. Также у GPD самый примитивный, самый топорный софт для регулировки всего и вся. Если все остальные производители заморачиваются там с каким-то дизайном, там что-то с удобной эргономикой, какими-то финтифлюшками и тому подобное, у GPD все как будто сделано каким-то дедом из 80-х. Но собака, этот софт самый рабочий из всех. У меня ни разу не было такого, чтобы из-за него что-либо зависло или перестало работать. Да, я как бы не разобрался, как отключить гироскоп при каждой перезагрузке устройства, но тем не менее критических багов лично у меня никаких не было. В то время как на каких-нибудь Акзои, Асусах и Ленова, только в путь, просто на каждом шагу какие-то приколы, с которыми я просто не мог справиться, тут же просто включил и погнали. Но понятное дело, что вот этот весь софт, вот эти все оптимизированные дрова, все равно не дадут вам на версии на 16 гигабайт играть в тот же Хогвартс Легаси без фризов. Вы на ютубе не найдете ни одного видоса с тестами Хогвартса на 16 гиговой версии консоли, потому что там фризы дикие. И тут ничего не поделаешь, это вообще на всех консолях на винде с 16 гигабайтами оперативки у вас будут в Хогвартсе фризы, ну и в других оперативка зависимых играх, так скажем. Хочешь с 16 гигабайтами оперативы на таких устройствах играть в Хогвартс Легаси или подобные игры, иди и ставь Хола Иса, это типа Steam OS, и там вот в оперативы зависимых играх картинка будет намного лучше. Правда придется TDP в биосе менять, потому что это Хола Иса не дает этот TDP менять, а GPD в свою очередь не оптимизирует эту операционку по своей консоли. Конечно в этом плане какие-нибудь Aionneo, которые специально Хола Иса оптимизируют, выглядят поинтереснее. Но если вам нужна именно консолька на винде, то тут как бы с GPD мало кто может поспорить. И в целом-то возможность такая есть, поставить этот Хола Иса на GPD вин 4, и вот вы получите себе аналог типа Steam Deck Lite с хорошим экраном. Но стоит оно того, наверное нет. Это примерно такой же тупой путь, как ставить винду на Steam Deck, только наверное пердолинга чуть поменьше придется делать. Ну а если вы просто хотите себе купить устройство на винде, ставить игры со 100% скидками без танцев с бубном, и при этом иметь самый лучший экран из всех, насколько мне известно из самых популярных, ни у кого нет вертикального экрана, потому что это супер дорого в производстве. Так вот, при этом вы хотите иметь самое компактное устройство, размером с Nintendo Switch Lite, и плюс к этому вообще не заморачиваться с настройками, просто запускать игры и играть без какого-либо вникания в детали, то однозначно ваш выбор это GPD вин 4 на 32 гигабайта оперативки. Проблема только в том, что единственная комплектация, которая стоит адекватных денег, это 32 гигабайта оперативки, плюс 512 гигабайт SSD, встречаются настолько редко, что вам, скорее всего, от безысходности придется переплачивать за версии на 1 или 2 терабайта, которые постоянно лежат в продаже. А это уже 100 тысяч рублей и дороже. Но помимо цены, тут есть еще 3 минуса, как минимум. Во-первых, это нагрев и не самый удобный хват. Я вам уже говорил, что кнопки расположены удобно, а держать не очень удобно. Так что приходится печатать или покупать вот эту самую держалку. И да, эта же держалка вас избавляет от сильного нагрева в руках. Ну а третий минус, это, конечно же, автономность. Как на Steam Deck'е, там 6 часов вы, ну, никак, вообще, ни при каких раскладах не поиграете. А в самых требовательных играх на 28 ватах консоль же ревет в районе часа, может быть, даже меньше. Но, правды ради, я вообще не нашел ни одной игры, в которой эти 28 ватт прям нужны были. Да, тут, кстати, еще интересный момент, что... Ай-яй-яй, руку свело. Ай-яй-яй, руку свело, с чего вдруг это? Так вот, интересный момент, что если вы берете версию на 16 гигабайт, то вам чаще придется ставить больше TDP, чтобы за счет производительности процессора и видеочипа нивелировать недостаток оперативки. Но при этом у вас потребление будет вырастать кратно. А если вы берете версию на 32 гигабайта, она помогает вам немножечко снизить нагрузку на процессор и видеочип. И, соответственно, можно ставить меньше TDP, и консоль будет жить дольше. Так что при 18 ваттах вы получите примерно около 2 часов автономности, может быть, чуть меньше. Ну, а на 15 ваттах там еще чуть побольше. Но, как я вам сказал, при 8 ваттах тут тоже можно играть даже на первой ревизии GPD Win 4. И вот тут, поймите меня правильно, есть консоли такие же портативные, как GPD, есть консоли и с хорошими кнопками, и со стиками, есть консоли с трекпадами, есть консоли с хорошей производительностью, есть консоли с выдвижной клавиатурой, есть консоли с хорошим софтом. Но я лично не знаю ни одной другой консоли, которая бы совмещала все вот эти параметры воедино. Ну, понятное дело, кроме Steam Deck, который помимо этого еще и дешевый. И по сочетанию цена-качество, по производительности на рубль и так далее и тому подобное, Steam Deck уделывает GPD в одну калитку, тут даже разговаривать не о чем. Но Steam Deck как минимум не такой компактный, и не такой производительный в винде. На GPD вы на суперпульпер ультра графике можете в Fortnite играть в 60 кадров без каких-либо просадок. На Steam Deck конечно так не поиграешь. И так во многих сессионочках, по типу колды, Fortnite, Apex Legends и так далее и тому подобное. То есть вот на GPD будет играть комфортнее. Ну а переплачивать или не переплачивать за это, это уже дело каждого. Моя же была задача рассказать вам о том, что ну вот есть такой рынок портативных ПК на винде. Да, это ну сомнительное удовольствие, но если уж и брать какую-то консольку себе на винде, то наверное лучше выбрать какой-нибудь хороший вариант и не тратить деньги на какой-нибудь Asus Rock Eli. А то некоторые люди же еще ведутся на цену и берут себе какой-нибудь Asus Rock Eli на чипе просто Z1 не Extreme, и потом просто страдают на этой винде. Кому это надо? Мне кажется никому. Если вы уж и решили забашлять деньги за виндовскую портативку, то берите уже нормальную. И если кто-то сейчас опять будет в комментариях бугуртить по поводу того, что типа GPD вин 4 на самом деле не стоит 60 тысяч рублей, а стоит 80, разберитесь уже наконец-то как на Алиэкспрессе работают купоны. Реально, вот это сколько вы денег просто всаживаете в никуда, не зная что на каждой странице на Алиэкспрессе есть еще раздел с купонами, который дает вам там огромные скидки. Но блин, если у вас бюджет вот 50-60 тысяч рублей, и это прям последние денежки, которые вы готовы выложить на игровое свое устройство, и хотите именно портативку, возьмите Steam Deck, типа LCD-шку, возьмите себе там тысяч за 35, да? Накатите туда уже эту винду, если вы не хотите разбираться со SteamOS. Ну не тратьте вы типа последние бабки на вот эти безделушки на винде, реально. Вот в этом сценарии, когда у вас супер ограниченный бюджет, ну не можете вы вот так вот с кондачка просто взять и позволить себе какой-нибудь GPD. Ну вот тут, конечно, лучше взять Steam Deck какой-нибудь и заколхозить на него винду. Нормально там будут работать игры, вы сможете играть. Я просто говорю о том, что это будет не так комфортно, как играть на SteamOS, или пользоваться типа вот этой GPD на винде, та, которая специально приспособлена для винды. Как говорится, в жизни бывают разные ситуации, но стоит держать в голове, что если вы будете брать себе Steam Deck и играть на SteamOS, и вы не хотите разбираться, то скорее всего вам придется покупать игры в Steam, потому что там игры со стопроцентными скидками очень сложно ставить. Ну а чтобы еще комфортнее типа покупать игры в Steam, можете пользоваться моим ботом по продаже кодов оплаты, ссылочка на который в описании. Также у меня есть магазины по Nintendo и PlayStation, там все быстро, удобно и понятно. Ну и конечно же вы можете смело делиться своим мнением в комментариях, что вы по этому поводу думаете. А сейчас на экране самые классные люди, которые поддерживают меня на Boosty больше чем на 750 рублей в месяц. Огромное вам спасибо за столь же друг поддержку, это крайне сильно мотивирует меня снимать видосы. Ну а на этом у меня все, всем огромное спасибо, всем удачи и пока.